Я думаю, что мы будем начинать, ожидать 70 человек. Хватит, хватит проезжать. Всем здравствуйте, меня зовут Вера Москвитиной. Сегодня у нас очередная встреча в рамках проекта. Ожидалось и заявлялось большое качество человека участия, поэтому сегодня мы находимся в этой истории, которая полностью в нашем распоряжении и значительно больше предыдущей. Больших вступительных слов не будет. И скажем только о том, что неожиданно плохих новостей от проекта у нас нет. Есть хорошие. Город Волгоград охвачен у нас по сбору отработанных элементов летания, в чем хорошим партнером для нас оказалась компания Теледба. И с практической части, и с того, чем будет заниматься проект в ближайшем времени, он укладывается в такие тезисы, как область и батарейки, и офисы и бумага. То есть мы об этом будем информировать вас на странице подписки нашей. И принялись Дима решение, он будет сегодня основным спикером на нашей встрече, что мы начнем с лекционной части, потому что есть люди, которые попросили их подождать, но я думаю, что они должны притянуться к середине и к завершению, потому что там тоже есть кое-что интересное. Мы начинаем? Здравствуйте, уважаемые друзья! В общем, сегодня у нас такая тема, не знаю, мне кажется, сегодняшняя встреча наша, она будет такая переходная, потому что явно мы в следующий раз будем думать что-то новое, какие-то форматы придумывать. Сегодня планировалась у нас даже творческая часть, но она не состоится. Ну, по многим причинам. Так вот, сегодня у нас будет такая двойная часть. Сначала мы начнем с части, но я бы не назвал это лекционной, я бы сказал теоретической скорее. Возможно, тот материал, который здесь, вы уже все знаете, поэтому он несложный абсолютно, это тема «Экологический след». Тема такая довольно сленговая, словом, попсовая, то есть она около науки идет, но она на самом деле такая показательная, наглядная, интересная часто. Так как это не совсем лекция, поэтому если вдруг у кого-то какие-то вопросы появляются, можно прямо меня перебивать, вступать, и если я что-то неправильно буду говорить, исправлять, то есть можно беседовать. Вторая часть у нас будет немного другая. Так как тут стулья двигаются, и народу нас пока немного, может быть, если придет, тогда мы так не будем делать, мы сядем кружком и проведем такую, ну, я не знаю, как это назвать, топ-шоу. Топ-шоу. Ну, а потом уже, собственно, и, наверное, сразу я скажу, что так как мы, возможно, поменяем формат на следующей нашей встрече, поэтому от вас, ну, хотелось бы каких-то пожеланий, идей, в общем, может быть, по улучшению наших встреч, качеству и так далее, приглашению у нас новых спикеров, например. Ну и мы начинаем. Собственно, экологический след. На самом деле, вот честно я признаюсь, когда я взял эту тему, я не знал, что это такое. Ну, то есть я слышал, конечно, много раз, но воспринимал это как что-то обычное, такое, ну, след и след. То есть я не вдумывался в это понятие, но на самом деле вещи интересные, потому что... Так, что мне нужно нажать? Ссылка. Встреча нахручит. И, да. Ну, понятно, что экологический след – это довольно условное понятие, опять же, это, я говорю, это, ну, не всегда прям научное такое строгое понятие, это больше создано для пропагандистических целей. Вот. Что это такое? То, что, ну, мне исключительно понравилось, что экологический след измеряется в чем-то, измеряется в вполне понятных единицах, это единицы площади, гектарах, и, собственно, что он обозначает? Экологический след – это та территория нашей планеты, это то пространство, которое человек как бы занимает своей деятельностью, продуктами своей деятельности за всю жизнь. Ну, то есть вот мы родились, дожили до конца нашей жизни, и за всю свою жизнь мы оставляем вокруг себя какие-то следы. Это может быть, самое банальное – это мусор. Да, то есть мы оставляем после себя обертки от шоколадок, мы оставляем бумагу, на которой пишем лекции, потом забываем их дома. Вот. То есть много чего мы после себя оставляем, сломанные там телефоны, музыкальные инструменты и так далее. И все это как бы складывается условно на какой-то территории. Плюс к этому, к экологическому следу можно присовокупить наши продукты жизнедеятельности, биологические такие, можно даже выдыхаемый СО2. Естественно, к этому же относится выделяемый углекислый газ при, например, пользовании нами транспортом, даже общественным. То есть все это суммируется, сколько мы раз зарядили телефон, сколько раз включили ноутбук, сколько раз посмотрели телевизор. Каждый киловатт энергии все складывается в общую копилку экологического следа и, соответственно, в итоге жизни мы получаем, условно, какую-то цифру. Из чего он складывается? Ну, я почти уже все сказал, что, ну, все равно нужно пояснить, что есть экологический след потребления, то есть понятно, что это то, что мы с вами потребляем. Это экологический след производства, ну, в смысле, он складывается, в свою очередь, из экологического следа производства, и экологический след торговли, импорт-экспорт. Имеется в виду, что если мы считаем для страны, для России, то важно учитывать не только, ну, что конкретно произведено и получено, например, у нас в стране, а то, что еще идет из-за границы, например, с Китаем. То есть Китай, например, по, если считать то, что он производит, он по экологическому следу будет, ну, какие-то бешеные цифры. Но так как он большинство своего товара экспортирует, то цифры резко занижаются. Соответственно, таким образом он передает свой экологический след. То есть каждый китайец передает нам частично своего экологического следа, а мы этим активно пользуемся. Получаем, покупаем вещи, потом их выкидываем, соответственно, он уже на нас какой-то переносится, этот экологический след. Но мы, правда, в ответ Китаю продаем уголь. То есть мы часть своего экологического следа, мы передаем китайцам. То есть здесь вот такая штука. Ну, конечно, интересно теперь уже данные, что происходит у нас с экологическим следом населения. То есть понятно, что есть какая-то средняя цифра для среднестатистического человека по Земле. Есть еще такое понятие, как биоемкость среды. То есть по сути биоемкостью называется это какой экологический след может выдержать наш планет. То есть без пагубных последствий. Из цифр видно, что биоемкость была в начале 60-х годов более 3 гектаров на душу населения. И постепенно снижается. Снижается в первую очередь из-за потери на мегасистем. То есть это деградация почвы, это опустынивание, застройка городами и так далее. То есть биоемкость планеты мы снижаем. При этом экологический след, видно, что он возрос. Видно, что был сильный рост экологического следа с 60-х по 70-х годов. А потом он немного уравновеселился. Но тренд все равно остается. Наклонная прямая, она все равно чуть-чуть устремлена наверх. То есть экологический след растет. И самое главное, перелом случился в начале 70-х годов, когда экологический след превысил биоемкость. И, соответственно, планета начала уже реально терпеть неудобства. То есть человек статистически оставляет от себя след такой, с которым планета уже не справляется. Понятно, что отрезок 50 лет нам не даст каких-то катастроф. Но более длинные отрезки времени уже будут нести какие-то серьезные последствия для нас. Но уже есть проблема, да, некуда складывать муту. Я специально посмотрел различные популярные фильмы по этому вопросу. Ну, человек к двум годам... Что мне нужно сделать? Я куда-то нажал. Что-то изменилось. А ну вот давайте я бы, собственно, об этом сказал. То есть норма для человечества в экологическом среде это примерно 2,1 гектара. То есть каждый человек должен не более 2,1 гектара за жизнь занимать. На сегодняшний день по подсчетам это 2,7. То есть мы его как раз превышаем. А суть какая? Что, например, среднестатистический европеец к двум годам уже достигает такого экологического следа, который, например, житель Африки не достигает никогда. То есть двухлетний европейский ребенок он уже оставил после себя больше, чем житель, например, Танзани. Это очень интересно. И подсчитано, что основной, например, вклад в подвузники. То есть вот, пожалуйста, и опять же, да, вот этот вид на береги, вот этот опять массовое использование подвузников, там, развитие цифровой техники. Вот в 70-е годы это как раз случился тот самый перелом, когда мы перестали, перешли от такого, ну, не знаю, натурного хозяйства, неправильно сняла формулировка, но суть в том, что мы перешли от какой-то работы руками, когда мы тратим собственные калории, мы все это передаем в видение каких-то вспомогательных вещей, и от этого экологический след очень сильно возрастает. Смартфоны, это вот самый яркий пример, когда это еще лишний раз повысило наш экологический след. Понятно, что без этого жить нельзя, ну, просто вот это факт, нужно с этим что-то делать. Вот, опять же, от подвузников вряд ли стоит отказываться, потому что это реально удобно, но нужно что-то придумывать, нужны какие-то новые технологии, переработки и так далее. Вот такая штука. Собственно, что самое главное в этом самом экологическом следе, и как это изменяется, опять же, в тех же самых 60-х годах. Видно по графику, что максимальный, конечно, это углеродный след на сегодняшний день, то есть это сжигание углеводородов. Это нефть, газ, уголь и так далее. Ну, и как мы знаем, что уголь наиболее плохо, газ наиболее хорошо, но в любом случае максимальный след несет каждый из нас именно от этого. Перемещаясь на работу, путешествуя по миру, мы сжигаем огромное количество, даже, опять же, заряжая какие-то гаджеты, мы сжигаем этот углерод, который поступает в атмосферу и, соответственно, вызывает негативные последствия. Но при этом сельское хозяйство, да, башня, то, что мы едим, пастбище тоже самое, только другое немного. Леса, ну, видно, что леса не так стабильно изменяются, но тоже очень важные. Различные промыслы, застройки, то есть все это влияет. Но видно четко, да, что максимального роста все равно достигает именно углеродный след. То есть на сегодняшний день это главная проблема локологии. Ну, и то, о чем я сказал, что в разных странах экологический свет катастрофически большой, 6,4 гектара, опять же, средний, то есть разные страны по-разному, это в три раза больше, чем биосфера вообще позволяет. А, например, для жителя, ну, какого-нибудь там, а, ну, вот внизу, бедный государств, один гектар это уже хорошо считается. То есть там жители трущоб Индии, они зачастую даже одного гектара за свою жизнь не достигают. Но это их проблема, потому что они при этом испытывают, конечно, бешеные неудобства. Вот такое несоответствие, такое разбалансирование по миру, и это проблема. Ну, и, собственно, то, что было, и то, что стало. Экологический свет мира на 61-й год, на период, четко видно, что выбиваются за ранки у нас в США, да, они розовенькие, то есть у них уже экологический свет превышает, или у нее вкус. Выбивается Германия, ну, тут еще какие-то страны, вот, больше и так далее, Великобритания, Испания с Португалией, Япония, Индия чуть-чуть, и Египет. Не знаю, что он там сделал. Вот. То есть это те страны, которые на тот момент превышали. Все остальные страны были довольно благополучны. Ну, видно, да? Южная Америка зеленая, Африка зеленая, Австралия зеленая, Канада максимально экологичная. По России просто данных не было. Все просто. Что стало сейчас? Ну, США только увеличила свои проблемы, Канада чуть посветрела, Китай вырвался в лидеры, да? Ну, почти в лидеры. Индия потемнела, вся Северная Африка покраснела, вся Европа. Южная Америка пока держится за счет своих, может быть, я емкость, которая была, но видно, что процесс уже как бы начался. То есть Мексика уже подключает, и сейчас мы знаем, что Бразилия, это один из самых таких, ну, не знаю, очагов борьбы экологов. То есть, ну, то, что нужно спасать сейчас, например, да? Россия в этом плане выглядит среднячком, но мы сейчас отдельно по России поговорим, там все тоже не так весело и однозначно. Когда такие карты, наверное, показывают политики, это все всегда смотрится хорошо, но, да, правда, проблема огромное количество. То есть, вот к чему мы пришли, то есть, какой экологический след оставляют страны сейчас. Вот Российская Федерация, то, что было у нас, и то, что стало. Ну, видно, что, опять же, в те же самые года, начиная с 60-х, мы, экологический след у нас не превышал ее емкость. Потом, опять же, то же самое, если в начале 70-х, перегиб как во всех странах, все началось. А тут, видите, какая штука? То есть, развал СССР повлиял на повышение, вернее, снижение экологического следа, остановилось большое количество производств, общий кризис, он вылил нас чуть ли там не в лидеры по превышению биоемкости на экологический след. Но тут нельзя все так воспринимать буквально. При развале СССР мы сейчас берем данные только Российской Федерации. Отвалились республики, в которых как раз был развит промышленный комплекс. Казахстан, Украина даже, Средняя Азия. Опять же, там только водохранилище, я представляю, сколько там все наворотили. А самая экологическая часть как раз в России осталась. То есть вся Сибирь, по сути, это чистая. Поэтому, конечно, мы резко повысили свои цифры. Что не может не радовать экологов, наверное, в первую очередь. Опять же, вот график, который показывает, что в Российской Федерации самое было плохое. Вот он, рост углекислого газа, вот оно, падение роста, период какой-то стабильности. Видно, что очень сильно упали ситуации с лесами. То есть вырубка лесов в СССР и вырубка лесов в Российской Федерации. Совершенно разные. То же самое с рыболовком, промыслом. Тут опять же есть доля лукавства, потому что мы свои рыбные запасы зачастую продаем. Из других стран, например, Япония активно у нас вылавливает рыбу нашу, по сути, своей. И берет на себя наш экологический след. Хотя плохо становится только нам. Но вот цифры такие. то есть в данном случае вот все вот так. Ну и моя любимая карта это собственно что где мы живем. Вот она Российская Федерация. Вот она Европейская часть России. Вот она Болгоградская область. Это правильно? Да. Болгоградская область. Понятно, что все что красное и желтое это не очень хорошо. Все что зеленое это очень хорошо. И мы четко видим, что основной вклад в ее емкость у нас вносят именно сибирские регионы. Ну и северные регионы. Вот. Все что касается центра Российской Федерации Юг и даже Кавказ при всей своей продвижении экологического туризма и все у нас все очень проблемно. Такая несбалансированность. Я думаю... Еще раз. Да. Я бы как раз был... Нет, нет, это Калмыкия. Это понятно, Калмыкия. Это Калмыкия, да. А Калмыкия, потому что там населения нет. Там нет миллиона даже населения, а пространство огромное. Ну там же все очень грустно. Там такие виды экосистемы, все это... Ну, вот. Там же пересчет на душ населения. То есть проблема какая, что они не выделяют столько углекислого газа, они не выкидывают столько мусора. То есть, опять же, мы о чем говорим? О том, что этот экосистемент прижуманный, это не факт, что он стопудово отражает действительность, потому что не все проблемы можно учесть. Есть какие-то проблемы локальные, частные, которые чисто для Калмыкии нужно учесть. Вот. Ну так Калмыкии чуть-чуть повезло. Да, не хватит. Ну вот так. Эклономим тут еще ничего. А, нет, ничего. А, ну вот такая штуковина, ну еще маленькая такая часть, это по поводу того, воспитательная часть, да, по поводу того, как уменьшить этих экологических средств, во-первых, как его рассчитать. На сайте Охрана природы, Союз охраны природы. Ну ладно, вот на этом сайте у нас есть калькулятор, пройдя несложный абсолютно тест, там вопросиков на 15, можно рассчитать свой примерный экологический след. Мой экологический след 5,4. Я в два раза превышаю норму. То есть, при том, что на самом деле я думаю, что я живу довольно экологично. Но там вообще без вариантов. То есть там подвузники все косиры все сходишь. Да, вот подвузники все сходишь. Нет, там просто как вы ездите на работу, простой вопрос, да, я не езжу на велосипеде и соответственно я выделяю не пислый газ. Ну вот, вот что так случилось. То есть, опять же, понятно, что это примерно там, какой я упаковочный материал использую. Я честно признал, что да, я использую пакеты. Ну что с этого? Вот, то есть, там можно рассчитать свой примерный экологический след и, собственно, выяснить его. А что сделать, чтобы снизить экологический след? Это уже более интересная вещь. И, конечно, она не вместится в одно обсуждение. То есть, но самые простецкие варианты это то, о чем мы говорили. Вообще, для страны, если, то это вторичная переработка, безусловно, это снижение зависимости от углеводородного топлива, это вообще пропаганда какого-то, даже образа жизни, можно сказать. Это нужна революция в сельском хозяйстве, безусловно. Вот. Ну и вообще. То есть, нужно менять. А от каждого человека это поменьше мусора создавать. Ну, например, я прочитал, что покупать овощи в упаковках это плохо. То есть, надо купить овощи такие, обычные, помыть их, самому почистить и так далее, и экологический след чуть снизится. А если уже красиво, например, морковка упакована в пакетики, то, значит, уже не очень хорошо. А что мы принесли? Картош? Картош в пакете? Многоразовом в пакете. А, ну это у нас массивного разов. Мы их там, кстати, всегда собираем. Да, кстати, а пакеты мы сегодня еще заикнем на второй части. Если есть вопросы, можно, наверное, только пообсуждать, а так, собственно, у меня с первой частью все. Ну, вам вот, скажите, пожалуйста, мне кажется, об этом, это вот экологическое ваша деятельность, она больше связана с нравственностью человечества. Насколько человек воспитан, насколько у вас будут показатели будут получше? Я согласен с вами, но, например, один из лидеров по экологическому цели в Великобритании, я сомневаюсь, что они считают себя невоспитанным. Ну, просто. Они делают то, что... А какого цвета, я извиняюсь, ваше прощение? Какого там, главное, много, может, так, у меня сейчас произошло. И красненькие, не случайно? Красненькие. А вы говорите, как же за этим взаимовутлительным? А потому что образ жизни, потому что наша мораль пока еще не перестроилась на то, что мы должны еще действовать экологично. Например, для жителей там, в городе Лондона в норме сесть на автомобиль и доехать до работы. То есть, и его никто за это не осудит. Быть может, мы когда-то доживем там, лет через сто, когда ездить на личном автомобиле на работу, будет уже не норма, не экологично. И, соответственно, до этих людей будут смотреть, взглядом, как набросающих мусор. А вот нет у вас статистки. предположим, доехать до машины до работы. Сколько процентов? Даже если мы на походу пойдем, посмотрим, приезжаем, ставим, и она стоит в 8 часов. Он на ней не ездит, она стоит. Он только доехал или уехал. Да, есть такая часть людей, которые необходимы. И на автомобиле он без конца перерещается по городу, даже на город, по городу. Вот так вот статистически нельзя было. Я думаю, есть такая какая-то статистика просто специально. То, что он приехал и поставил, что он стоит в 8 часов, вам вобеда не приносит. Согласен, она не приносит, но сам факт, что он же мог сесть на трамвае и доехать, а он сел наличным транспортом. Уже углерода выделилось гораздо больше, чем могло быть. Ну и, собственно, и тут это сложный вопрос. Это дискуссионный по поводу должны, не должны, мы изменяем свое поведение. Большинство американцев уверен, что эти запросы они не хотят отказываться от своего образа жизни. если европейцы... Ань? По поводу вопросов у американцев. Все в 3% считают, что они готовы изменить образ, в общем, логичную сторону, но при этом, да. Но при этом они... Они готовы на словах. Да, да. Они не готовы на словах. Потому что если европейцы в этом плане уже сделали шаг конкретный, да, то есть они... у американцев даже проблема, что и у нас. У них огромная территория, на которой, в общем-то, не очень много народа. И они поэтому не хотят отказываться от своих благ. А мы до этих благ только-только дошли. Мы только входим во вкус, да, когда там вот каждая семья может иметь автомобиль, чего раньше не было в Советском Союзе. И, конечно, сейчас мы не будем от этого отказываться, то есть пройдет, я думаю... сегодня вот распродажа в Акварии. Мы живем до того. Не в качестве рекламы. Сейчас все побегут покупать шмотки китайские, которые потом будут так же варяться. Ну, да, опять же, это не делается вот так. Нельзя запрещать. Это нужно постепенно. У меня просто другой вопрос, что мы уже поздно как-то с сих пор похватились. Ну, то есть сначала мы уже наделали делов, а теперь уже думали, вот, как бы нам перестроить. Опять же, тут Китай. Ну, то есть трудно всю... Мы можем весь мир перестроить, но пока китайцы, например, не пересмотрят свои, потому что их, во-первых, больше, во-вторых, они бешеный экологический след привносят. Пока с ними мы не договоримся, мы можем сколько угодно помешать свой экологический след, мировой от этого сильно не понизится. Индия, Китай, они будут все равно выносить огромные цифры. И это общий мировой должна быть, как бы тенденция такая, понятно, что этот вопрос очень сложный. Те же среди на штат Америка и вопросы экологии и еще какие-то вопросы, связанные с мировым масштабом, они, кстати, не рефицированы. Так же, как и Российская Федерация. Нет, мы, ну, как-то, знаете, законопослушные, кстати, мы везде нам надо, мы везде вносим новые средства, на то, на это, на все. Я просто скажу, по последним, но я слежу за новостями, когда наше правительство участвует в таких крупных, масштабных мероприятиях, и только вот последний, я сам-то его более-менее порадовал, а до этого у нас была позиция какая? Вот, смотрите, у нас все зеленое, поэтому, а что это вы хотите нас внести в какой-то там протокол? Нет, давайте мы, как деньги, не будем складываться. То есть, мы не вносим, не говорим, да, значит, мы не будем складываться. Но эта позиция не совсем там. Мы получили эту территорию, мы все равно за нее отвечаем, мы ее должны сохранять. То, что сейчас происходит у нас, не знаю, вот мое мнение сейчас, что Россия находится сейчас, понятно, что все это понимают, это в кризисе, да, есть какие-то варианты выхода из кризиса, кто-то там что-то предлагает. Я считаю, что единственное, чем мы сейчас имеем преимущество перед остальными мировыми державами, это то, что у нас действительно с экологической точки зрения и благодаря вот этим огромным сибирским регионам пока все нормально. У нас есть большой запас экологических ресурсов, да, если я пообщаю эту тему. И мы на это можем сейчас, ну, как бы выехать, что-то сделать, но никаких шагов в эту сторону не приносит. То есть, вот мы говорим о сельском хозяйстве, у нас эти импортозамещения и так далее. Вместо того, чтобы дать возможность сельскому хозяйству развиваться уже по новому пути, мы же как бы в начале этого пути можно выбрать любой путь. Мы продолжаем развиваться по тому же пути, мы просто увеличиваем. То есть, мы не 5 тысяч тонн, а 10 тысяч тонн, но метод не изменяется при этом. Вместо того, чтобы научно как-то развивать, делать что-то новое, мы просто усиливаем обороты. Вот это наш основной метод сейчас. И поэтому мы как растеряем. Байкал, вот это самая, не знаю, больная тема у меня. Байкал, огромное, не знаю, озеро, которое, ну это, не знаю, достояние всего мира. Оно нам досталось. Досталось, вот оно у нас есть на карте. Что мы с ним должны делать? Мы с ним должны экологический туризм развивать, мы его должны охранять, мы должны максимально получать от этого какие-то выгоды общий мировой. Мы должны гордиться тем, что у нас он есть, и всем всегда говорить, а у нас едет Байкал. А мы вместо этого строим там комбинаты, а сейчас мы Китаю подписать договор и воду будем оттуда поставлять из Байкала. Хотя все ученые говорят, что там уже обмеление идет. Слот нет. Я, конечно, прошу прощения, вот вы напоминаете нашу Россию, деду Матушку, на международной арене, мы постоянно перед тем оправдимся за свои вопросы. Что мы решаем и ты? Вы так сказали, может так выразить, может неудачно. Нам это досталось. Да это не досталось, это, выстрадано, можно сказать, историей, если почитали. Ну, да ладно, это другой вопрос. А как мы будем этот вопрос решать? Где-то у нас в России, в России там оранжевое красненькое, а территория в десятки, а то, может быть, там в несколько десятков раз больше зелененькое. Вот как мы будем этих людей в красненьких, которые тут даты, да, из-за выражения, да, переселять туда? Нет, конечно. Ну, это не важно. Нет, такая ситуация, кстати, была в советском мире. Если вы хорошо почитаете историю, когда мы осваивали Сибирь, там прижили, там льготы, там что только не было. И, кстати, Ну, вы не про то, пока нет. А калмыков вывезли, помню, из калмыки. Теперь видите, как там хорошо. Не про это вы говорили. Я не про это. Я не про это. У вас, у вас, я не про это. Про то, что люди ехали самостоятельно, никто их не заставлял работать в Сибирь. Там было и годы в материальном плане, заработки и так далее. Он приезжал, через несколько, пять-вот лет, он мог бы себе квартиру купить, откуда он с выровненным уедет, в Судоград и так далее. Вот. Как вы заинтересованы? Многие оставались даже там же. Но когда условий не стало, многие, естественно, даже выехать не могут. Ну, если ты, конечно, выезжаешь, как вы это решили? Это надо решать, это экономика. Надо решать, понять, что европейская часть России будет населена больше. Ну, не там, правительство, помню, это не постановление. Сколько там земли не дают бесплатно на дело сводит? Дают. Вот, вот, да, молодежь туда призывает. Это нужды какие-то там, производственные, нужна рабочая сила, то есть, по автораметру не отделаться. Ну, так, на какую территорию? На дерево и куда? Ну, они приедут туда и так будет оранжевенькое. Я считаю, что нужно решать проблему путем, там, перераспределения своих проблем. Это не то. Это нужно... Не перенаселение, но не перенаселение. Мы все равно будем иметь цифру. Вообще, мы не должны думать в государство. Это красиво выглядит, вот, Россия. Мы должны в мировом масштабе. Ряд на Сибири находится Китай. Притом, он производит постепенную экспансию. То есть, мы должны понимать, что это только мы проявили какую-то границу. Это же не аквариум, что вот здесь так, плохо, а здесь хорошо. То есть, оно будет отражаться на общем мировом. Углекизм газ, он все равно распределяется в атмосфере равномерно, где бы мы не уделяли благодать, или бы у нас... Да. Можно вопрос, а вот в масштабах глобальных, да, как можно влиять одному государству на другие государства, чтобы более или менее формировать вот эту экологическую... как вы предполагаете, как это возможно на тех же китайцев повоздействовать? Ну, в день пока, по-моему, ничего лучше, чем мы не придумали, как действовать санкционно до времени. Но в экологическом плане пока никто на это не решится. То есть, в данном случае все договоры, они сугубо добровольны. То есть, киотский протокол, например, который тоже китайцов не подписывал. Вот. И все такое. Это все очень добровольно, и ни одна другая страна не будет не давить на другую страну, что типа, давай подписывай, иначе мы с тобой торговать. Все будут продолжать торговать с китайцами. Тот же самый киотский договор, он был обусловлен как раз долей в экономическом цикле, и чтобы, как говорится, туда встроиться, надо было его подписывать в свое время. То есть, это все равно такое более легеное. Рычаг был. Да, поэтому, да, это нужно действовать только через ООН, потому что это пока еще самая эффективная организация, и действительно придумывать какие-то, ну, льготы условно. Я не считаю, что именно нужно действовать от негатива только от позитива. То есть, какие-то льготы. Ну, например, очень хороший пример подалок Оста-Рика, который полностью отказался от вооружения, например, и все эти деньги, которые на войска они тратили, они начали тратить на экологические процедуры. освещение, экологический туризм, и ничего от этого не потеряли. Их никто не завоевал, они существуют, при том, по уровню счастья они там занимаются очень высокими статусами. Вполне, да. И, мне кажется, это пример того, как нужно действовать от позитива. Козда-Рика приняла такие меры, нужно сразу ООН как-то их обощрить, давать больше дотаций, давать какие-то гранты на развитие и так далее. Другие страны будут тянуться. Нам тоже подозраться, да? Ха-ха, ну это вопрос не этой темы. Вы историю читаете, нет, хотя бы? Я, у нас, например, про Россию ничего не говорю, ко мне цепляетесь. Нет, мы пока никому не закладывали, все к нам надо. Ну ладно, другой вопрос. А вот же, по поводу, знаете, может быть, по поводу этого разговора, да, или, может, там пункт есть. Есть такой прецедент, по-моему, если я не ошибаюсь, есть страны, в которых много лесов и какие-то претеревности, то есть им какие-то выплаты дают международные организации. А почему Россия? Потому что мы не подписали. Насколько у меня есть. Нет, мы наоборот вопрос поставили. Почему нам? Вот на такой экологичный, такой международный, кстати, вот эта конференция, по-моему, где это вакансия, где-то вакансии, не помню, я сейчас там, кстати, Водон Возиншин купал. Вот там, по-моему, это вопрос, на которой площадки возник. Почему Россия нет? У нас столько лесов, мы столько даем кислородам. Почему нам еще не что-либо говорить? Вот как раз вопрос в одной части. Я задавал вам вопрос на той же. Мы этот вопрос поднимем, сейчас на второй части, во-первых. Во-вторых, вопрос решения. Почему? Объясняй. Я, честно говоря, я не экологический юрист, мне трудно... Подожди, сколько мы им кислородам даем. Объясняй. Объясняй. Почему это все возникло? Насколько у меня информация? Я могу ошибаться, потому что я говорю, я в этих вещах, ну, я редко туда заглядываю. Когда в 90-е, насколько я имею, начало 2000-х, был вопрос стоял по этим лесам, когда все это действительно распределялось, Россия проявила себя крайне недальновидно. Она сказала, что мы в этом участвовать не будем. То ли, не знаю, денег на это пока не было, то ли еще что-то. Мы же все равно должны как-то... Это же общая касса. Это... То есть люди складываются все, а потом распределяется деньги. Мы решили не участвовать в этом. А сейчас уже поняли вопрос. Ну, жизнь, извините, уже все подписано. И я понимаю, что это будет... И по поводу лесов, эта вещь вообще... Ну, не знаю. Нельзя сравнить российские леса и бразильские леса. Нельзя. Они кардинально отличаются. Тайга — это крайне низкопродуктивное, во-первых. Во-вторых, низкий по бюроизнообразию. И в-третьих, по поводу кислорода — это вообще вещь относительная. Тайга иногда потребляет кислорода больше, чем выделяет. Я просто... Ты сами говоришь. Мы какие-то подписаны, не знаю, мы говорим. А целая Миндемишки куда? Вообще организация? А... А они нас там вообще даже... Я не утверждаю, что в это не вмешивается политика. Да, действительно, Россия на международной арене ну, не знаю, что он, наверное, еще пока рано называет, но довольно не объективных нам относятся. Я не говорю... Получается, тупиковая ситуация. Тупиковая ситуация. Ну, участвовать, а остальные слушатели не хотят слушать. Это как получается? С той же эпологией, с той же... Ну, вот про экологию. Опять же, я не могу сказать, что нас вообще не слушают, потому что многие наши ученые, я могу... Ну, лично знакомые у меня, знакомый доктор наук с Владивостока, он гидробиолог, и он состоит в Совете США по как раз охране рыбных ресурсов и это... И он там занимает очень такое важное, делает постоянно доклады, то есть его мнение учитывается. Я не могу сказать, что нас не слушают. Другой вопрос, на каком уровне нас не слушают? Вот этот вопрос уже серьезный. А по поводу того, что мнение наше не воспринимается, это неправда. У нас есть очень хорошее метеонаблюдение, которое также входит антарктические, всякие станции, которые вносят огромный вклад в теоретическую основу от того, что происходит. У нас есть. Да? Правильно я говорю? Да. Давайте переходим к вторую часть, мы там тоже поговорим, будет возможность. Почему вот эта листовка могла позабавить меня и привести к ним? Эко-бар меня отглавляет. Эко-бар? Ну а что? Куски мяса, эко-бар. А если раскрыть тему, почему куски мяса и эко-бар тебе забавляет? Не знаю. Может, потому что я не ем мясо? Может, эко-бар листовки делают? Это модный тренд сейчас. Эко-бар. Да, это большая проблема. Потому что сейчас везде... Ну это как бы рекламный ход, я думаю, да? То есть это просто экологические все. Сой? Я думаю, что здесь налицом присутствует подмена понятий. Ну то есть сейчас настолько модно используют слово эко везде. Эко-шампунь, в котором используется нефть, например. Но это все-таки эко. Ну точно так же эко-чаабатов, которые, ну там, используются мясо, на выращенных на ней эко-зерне каком-нибудь. Но это тоже эко-бары и продукция эко-бары. Ну то есть эко-приписано везде и всюду, какие-нибудь эко-вешенки. Эко-вешенки? Я думаю, самое время переименовать науку быстренье и стать альтернативой. Стать альтернативой. Да, то, о чем Зоя говорит, это действительно так. И существует такая тенденция увеличить продажи, быть в моде, быть там значим вещь и толк во всем причем. Так может быть, я не поленилась, пошла по адресу с отелистовкой, спрашиваю, что значит эко-бар. Я смотрю такими глазами, там был парк продавцов, они сказали, что не знаете, что значит эко-бар. Мы же ничего не сказали, но я так чуть-чуть побеседовала с ним. На самом деле здесь очень любопытно. Нет, прости, Валат, но самое любопытное это вот эта странная штуковина на первую даблую. Ну, это мороженое. Нет, я ее понял. А вот здесь ответ кроется в плоскости самого вопроса. А вопрос звучит так. Вот что конкретно является главной причиной современного глобального учения окружающей среды? То есть мы уже встречаемся четвертый раз. Сегодня много говорил Дима об этом. И он говорил, что самая весомая доля находится как раз на углеродный след, на повышение глобиса, управлять на изменение крымка и всего прочего. А если мы вспомним, то на этой карте было еще этот углеродный след в башне, пастбище, леса. Это уже 75 примерно процентов того, что откладывает в логический след. Если вы вопрос не забыли, который я задала, ответите на него? Что является совершенно конкретно определенной основной причиной современного глобального ухудшения окружающей среды? здесь пастбуд. Пастбуд. Леса, которые потребовались, мы можем еще точно потребовались, и пастбуд. Потребление, перенаселение, все прочее. Для меня это было чем-то очевидным, но как оказалось очевидным только для меня, что самая весомая причина ухудшения это индустриальное животноводство, которое влияет как раз на тот самый природный след, но там переводится все эквивалентно. То есть животноводство способствует определению метана, а метан в эквиваленте на углекислый газ это от 20 до 50%. Ну, надо по 50 единиц. Ну, соответственно, используемые пастбища, башни и все прочее. Вот в связи с этим у меня возникло предложение устроить непланную встречу, в том, чтобы встретиться в антикафе, например, посидентки, неважно, просто я знаю, что в этом антикафе есть кинозал, и посмотреть очень любопытное кино, которое раскрывает вопрос индустриального животноводства. То есть почему это становится любопытным, почему это актуально, логично, что об этом говорят очень мало, потому что это напрямую связанность с экономикой и со всем прочим. Поэтому, если вы готовы, мы создаем встречу, подписываем там условия, ну и оговариваем дату. Наверное, мы назначим дату, а там, кто придет, тем не посмотрим. На кино много придут. Я делал проясение по поводу метана вот после обработки и архоза. Есть ли уже много таких примеров, тоже в Германии, в Шрицане, когда стоит же аппарат, который перерабатывает вот этот вот навоз и прочее, с ним именно так приведет дамы. Я бы не сказала, что много. Кстати, во многих местах много процентов того, где это функционирует, это хрупицы. Помимо того, что выделяется, ну, в общем, посмотрим, врубаемые леса, больше процентов врубаемых леса тропических будет заимно для для организации пастбищных участков, для выращивания сельскохозяйственных каких-то культур, которые идут на горь. То есть это очень сложно, не попрощение. Это положительная связь, когда ты один расширяешь, а у тебя сразу сверху расширяется и другой экологический связь. нам нужны два добровольца. А нужны и исходные? Да, давай, давай. В общем, мы так придумали, но это так чисто, чтобы раскрасить. Сейчас кто, кто добровольца? Да, нам. Просто не думайте ни о чем, просто нужно будет поднимать либо красный, либо зеленый, кто хочет. Просто поднимать. Вот и я хочу. И еще один человек. отлично. Нет, ты сиди. В общем, смотрите. В общем, простой метод. Я читаю какое-то высказывание, люди, которые держат бумажки, они думают над ним, поднимают. Ну, красный нет. Красный цвет это нет, зеленый цвет это да. Собственно, верно или неверно то или иное подтверждение. А потом мы раскрываем всю суть и об этом и говорим. Понимаем, да? Ну, это такая визуализация. Мы вообще планировали по-другому просто сделать. Мы хотели, что тут разделенный ширпу пространства, два человека, профессиональный эколог и не эколог. Да. Но всегда приходится пока походу что-то менять. Вы не дискредитировали профессионал-экологов, да? Да, да. На самом деле, вот честно признаюсь, что когда я готовил, я был сам смятением, потому что многое того, что нам не знаю, нам привыкли рассказывать, это не совсем правда. не то, что это вообще неправда, но не все верно. Ладно, все, поехали. Это нет. Это нет. Это да. Итак, ну, вот то, что мы затронуем, давайте с этим и начнем. Леса, легкие планеты. если, ну, действительно, это так, если считать легкими планетами кого-то, то это нужно считать фитопланктон океаном. То есть, максимальное количество кислорода в больших количествах выделяет именно эти экосистемы. Леса, действительно, вещь очень такая сомнительная, уже вполне оправданная, то, что они выделяют, конечно, кислород, без сомнения, но они его и же и потребляют. То есть, в данном случае тут делят с кредитом будет не совсем большой. Хотя никто не говорит, что леса не надо сажать или их охранять. Их надо обязательно сажать, особенно в местах, где их нет. Их надо обязательно охранять по основным причинам, по другим, то есть биоразнообразие и все такое. но нет. Если у кого-то есть какие-то вещи, можно было... А как же болото? Легкие. Я читала про версию такую по поводу того, что правильнее болото называть легкими, потому что они аккумулируют... А я читал, что это в почке планеты, что они фильтры. Они аккумулируют, получается, углерод. Да, в этом плане. То есть, леса тут на самом деле водяную поглощают, да? Ну, тогда можно сказать, что завод по производству пластиковых бутылок тоже легкие планеты, потому что они тоже аккумулируют углерод. Ну, в принципе, наверное, в ходу жизни. Они его не выводят из круговорота, в смысле завод. Ну, да. Они его из нефти делают. Ну, болото, они же содержат питан и благодарят. Да, ну, просто я думаю, что все-таки по уровню, сколько болото запасают, по площади болото не такие массовые, сколько фитопланктонные эти сообщества занимают, наверное, все-таки все равно будет больше. Ну, а леса тут такие. А вот, не знаю, болото в лесах, наверное, это что-то особое. Так, ну, ладно, давайте поехали дальше. Давайте с простенького начнем. Бумажный пакет экологичнее пластиковых пакетов. Вот сейчас, знаете, такая просьба, отвечать не исходя из того, а вот сейчас задают, значит, по-другому. Я же не глупец, я менял формулировки. Наша задача, посмотреть именно на... бумажный пакет, да. Да, бумажный пакет психологичнее. Тут, наверное, надо договориться. А? Тут, наверное, надо оговаривать. Оговаривать. Я достаточно знаю, что бумажные пакеты, они, как правило, делают из переработки. А пакеты из переработанного пластика я не видел, я не видел, чтобы кто-то сдавал пластик и переработал. Одна из сторон. А дальше? Попользовался ты бумажным пакетом дальше. Так же надо переработать. Ну, как ты попользовался? Ну, попользовался. Попользовался и перестал пользоваться. Ну, во-первых, мы должны что делать? Мы, во-первых, должны прослеживать производство изначально. Даже если пакет делается из тоже сырья, все равно изначально значит, был какой-то продукт. Продукт делается на целлюлозно-бумажных предприятиях, которые считаются одними из самых неэкологичных. Начнем с этого. Во-первых, было убито дерево какое-то для этого, то есть изначально. И тут проблемы с перегниванием. То есть, если пластиковые пакеты действительно как бы долго разлагаются и от этого накапливаются, то с бумажными пакетами тут проблема другая, что они разлагаются быстрее, но они выделяют при этом металл, что лишний раз опять дает... То есть тут, понимаете, нужно выбирать между двумя между двух зол, то есть что... Или третье, многоразовые сумки, сшил себе сумку и ходить. Да, лучше не то ли. Если он тоже не совсем хороший, но мы уже говорили. Многоразовая сумка самая экологичная. В этом случае. То есть, опять же, не надо понимать, что вот все однозначно. Вот это экологичнее, значит, другого варианта нет. Всегда есть какие-то связи, причины и так далее. Да, и все равно начинается гораздо раньше, чем привыкли дом. Возвращение к тому, что если вы работали на бумаге, например, с инфраструктурой создали этот пакет. Вот у меня был вопрос к вам. Знаете ли вы места сдальше в Благограде бумаги бесплатные? Да. Бесплатные, знаете ли? Ну, я так понимаю, только у нас ворочках стоят? Ящие, да. Они стоят. То есть... Да, хорошо. Просто если собирать... Мы сейчас думаем по поводу организации сбора бумаги в офисных центрах, в университетах и столкнулись с такой сложностью, что если сдавать больше, чем один пакет, то есть если не свозить это в контейнер, стоящий перед магазинами, то за это можно платить деньги. То есть в пересчете за тот вес, который ты сдаешь. Вот. Но есть в этом определенные сложности. И по поводу причин следствий и того, что все начинается и заканчивается гораздо раньше и позже, чем мы привыкли себе представлять. То есть мало создать этот пакет по поводу целей ну и забыть. Ну, например, такая информация, что на один камбург выходит две с половиной тысячи литров банды и ты думаешь, и о, и да, как же так? Это невозможно. А, оказывается, что если он так... Вот вопрос как раз с одного экологического средства. Поэтому если вы придете на просмотр фильма, то там поговорим об этом. Две с половиной тысячи литра в земляне в фильме? То есть два кубометра получается? Да, два кубометра, но там просто парень не готовит весь фильм. Типа, как же так, я ездил на велосипеде, принимал душ очень быстро, а тут один гамбургер без коема тысячи литров воды. Это как год без душа. Вот так. Ну, я где-то читал шутку. Если вас беспокоят экологические проблемы, нельзя откладывать свои батарейки, положить их в пластиковые какие-то выкиньте. А они еще 150 лет, и они уже в среднем. Так, а лучше стеклянную бутылку как-то запаять, тогда вечно они будут там в глаза бы не разберут. Самой большой экологической проблемой человечества на сегодняшний момент является загрязнение окружающей среды. То есть загрязнение окружающей среды, ну, все эти пакеты, подгузники, вредные вещества являются самыми, самой большой проблемой. Интуитивно кажется, что ответ на этот вопрос может быть нет. Не знаю. Самая основная проблема, с которой нужно сейчас твориться, это загрязнение. Да, огромное количество. Ну, а это не то же самое загрязнение? Только что мы... Для этого данные бумажки. Нет, не самое главное. На самом деле, не самое главное. А? Нет, на самом деле, для человечества сейчас одна глобальная проблема, это перенаселение. Она связана все с ним, как бы, но решать вот то, что для человечества. Потому что только в этой проблеме лежит вообще вопрос нашего дальнейшего существования. Качество этого существования вообще вопроса существования. То есть население растет, экологический след увеличивается, биоемкость снижается, и вот это проблема, которую реально нужно решать. Вопрос с загрязнением, это вопрос либо косвенный, либо уходящий второстепенный. Действительно, в мусорной свалке это плохо, разбросанный мусор это ужасно вообще, но зачастую это на самом деле не так фатально для окружающей среды, как, например, концентрация гликислого газа в атмосфере. То есть... Это же все в сравнении, да? Да. Но зато это хорошо работает как пропагандистическое стыковино, то есть мусор, все знают, что это плохо и как-то можно воспитывать именно на... начинать с этого. Но... Ну, никто не знает, что молодые человекы... Ну, один плюс один человек это плохо. Это страшно, но ладно. Ну, нет, ты все правильно говоришь, что все знают, что мусор это плохо и очень легко в каждом разе людям вот мусор плохо. А, все, я понял, да. А размножаться плохо и кто это как-то говорит? Нет, ну, тут вопрос не стоит конкретно там сокращать количество усилений. Просто есть... Так оптимизировать точно. Есть учебник, который предлагает шаги по оптимизации. То есть есть пути. Мы же не знаем, что у нас безвыходная ситуация, падая, нужно что-то делать. У нас есть пути, по которым мы можем пойти. А кому-то это сложнее сделать, кому-то, наоборот, проще. Но эти пути есть, действительно. Вот, опять же, с той же Коста-Рикой, просто я понимаю, что им это сделать было очень просто. Это просто вот шаг, который население приезжало. Понятно, что это такое держава, как Россия, Америка, Китай, Германия. Такой шаг просто невозможен сейчас. Он просто нереальный в данных условиях. То есть нужно всегда рассчитывать и нужно искать оптимальные пути, которые приведут к реально положительным результатам, а не к ухудшению, наоборот. То есть не всегда то, что мы принимаем, какие-то решения, не всегда положительные. Они могут быть в перспективе, наоборот, отрицать. Получается, что все вот эти вот проблемы, которые возникают, они в итоге все возникают из-за экономических сложностей. Почему разные три страны пришли к тому, что эти проблемы нужно решать? Потому что мы достигли определенного уровня экономического развития. Это касается и переработки мастера, это касается и рождения детей. Они же не просто так пришли к тому, что имеют одного-двух детей, а некоторые вообще не хотят. Они достигли сперва определенного уровня благосостояния. И когда не надо рожать десять детей, чтобы хотя бы один из них выжил, ты рожаешь одного, и один доживет спокойно, радует тебя всю жизнь и рожает тебе потом внук. А когда рожаешь каждый год и они каждый год помирают, ну тут простите... Да. И вот, кстати, в плане положительной динамики сознания, то есть Китай реально сейчас уже начал думать, то есть не просто демографическую политику, опять же из гидробиологии, то есть они с России пригласили ведущих гидробиологов в прошлом, наверное, насколько я помню, свезли их туда и возили по своим водоемам и показывали, что здесь можно сделать, ребятам. То есть у них не хватает своих сейчас ресурсов, но там рассказывают, там есть ли реки, например, которые имеют кирпичный цвет, и там вообще никто не живет уже. То есть все, в принципе, отсутствует вообще экосистема. И они уже достигли этого предела, а какие-то страны еще не достигли. вы, вот я извиняюсь, я перебил вас, то вы, наверное, многие из вас молодежь смогли дать? Я не смогли, я не стандартную молодежь. Пусть вам шла, как больше. Да? Тогда я не буду говорить. Ну, со мной, например, здесь есть евразские кремнии, вот они выступают там, у них есть сцена, вот они там песни поют, смотрю, он рожает, каждый год рожает, и рожает по полу рождения. Она говорит, я сценирую, извиняюсь, говорит, баба, внимательно читайте, говорит, прикалите законы, Антон Безо второго дает. А она рожает, каждый год, думает, вы сценили. Вот это перенаселение по полу. Нет, кстати, не всегда, не всегда это достигается, да, не всегда это достигается каким-то кризисом. Например, в Советском Союзе демографическая политика выплывала сама собой только за счет того, что, ну, не знаю, по-моему, мне не может я ошибаюсь, за то, что женщины не допустили до производства и как бы, просто много детей уже было нереально иметь, и то есть, как-то мы выбрались так. И сейчас продолжается, собственно, тренд того. То есть у нас не было такого, что там, вот в Российской империи была проблема, а потом оно как-то будет. В Российской империи не было так, а потом женщин допустили, собственно, доходы. Российской империи большинства населения не было достаточно уровня медицинского обсуждения. Нет, Российская империя это вообще особый организм, но он быстро переформатировался, возникло вот это советское государство. Действительно переформатировалось, то есть перезагрузка произошла полностью, в том числе и сознание. Был Лигбрест, был там общий поле-мень какая-то медицина. Ну, просто не было же, я не знаю, может, я ошибаюсь, не было же в Советском Союзе четкой демографической политики. Какая демографическая политика? Там даже был наук за бездетность. Это поощрение наоборот. Я ошибаюсь. «У тебя нет детей, у тебя да, у тебя нет детей, нечего». Ну ладно, ну да, видимо, тема не совсем. Ну да, старики нечего-то это. Да нет, наоборот, это важно, что обмен, я считаю, что это самое главное. Несмотря на то, что у них принят вот эта политика от населения, ребенок, они говорят, их рожают, но просто вырегистрируют. И так, бабушки, дедушки умирают, они по их паспорту продолжают жить, потому что незарегистрированные люди без документов. Насколько я сейчас знаю, в Китае новая проблема назрела, она очень, ну, ее можно было легко предсказать, из-за демографической политики у них сейчас огромное количество пенсионеров, как раз сейчас они выходят на пенсию, тех, трудился, а молодежи у них, по-моему, мальчиков больше, девочек мало. И, соответственно, их ждет демографическая яма в ближайшее время, а так как у них бешеное производство, им нужны люди. И сейчас они уже все отменили, сколько можно, а люди уже не хотят рожать какого-то детей. Только вот сельские какие-то районы еще как-то держатся, а вот городские агглумерации, они уже, один ребенок, уже традиция, все, уже, китайцы очень хорошо видимо привлекают к традиции. И, собственно, они теперь думают, как наоборот заставить двойник хотя бы звонить. Но это пока, а через 40 лет, когда пенсионеры начнут уходить, я молодец. И опять же, для Китая это важно не общее население, а и родоспособное население. Такая штука. Так, ладно, давайте еще очень много. Ну вот, например, то, что мне понравилось. природные экосистемы безотходные. Сложно, да? Ну, то есть, природная экосистема, по сути, это идеал, к которому нужно стремиться человеку, то есть, по поводу безотходности. То есть, это от нее никакой выгоды. То есть, природные экосистемы, проще говоря, сегодняшним языком, не оставляют экологического следа. Ну, кажется, ты скажешь, надо сказать, нет. Ну, то есть, как по поводу составить так, что вот этот очевидный ответ, а вот этот нет. Нет, невежитный ответ. На самом деле, вопрос неоднозначный, просто, на него нельзя так сказанно сходу ответить, но на самом деле, это такой, это входит в список основных заблуждений в экологии, притом, это такое заблуждение, которое действительно преподавательный с кафедры рекламируется, то есть, не со всех кафедр, я просто вообще я про то, что экологический след оставляют после себя все, просто медведи, еноты, и все такое. Просто другой вопрос, что экологический след размер его, да, то есть, если условно, енот после себя оставляет квадратные метры какие-то, то человек огромное количество. И без отходных экосистем, к сожалению, То есть, природа все равно не идеальная, она все равно что-то после оставляет. Но другой вопрос, что это все равно как бы чистая производство считается. Вот такое болото. Болото крайне несбалансированная экосистема, то есть, после себя она оставляет огромное количество непереработанного материала. Но куда этот материал потом девается? В болоте. Огромное количество органических веществах. Куда оно входит? В землю, в тор. То есть, образуются которые уже все из экосистемы изымаются. Они уже не вред, не пользуют, не приносят, пока их человек не раскопает. То есть, они уже находятся в запасе, и поэтому в данном случае болотная система, она будет продуцировать органическое вещество, она будет выглядеть сбалансированно, хоть она и далеко не сбалансирована. То есть, круговое вещество там разомкнут очень сильно. Вот в этом плане. То есть, человеку не надо стремиться к абсолютно чистому производству. Ему нужно стремиться к такому производству, который будет минимум оставлять экологического следа. То есть, закапывать. Ну так. Батери. Ну, пластиковые пакеты. Нет, были же такие... Я не знаю, что делать надо больше. Да ладно! Случить надо всегда, что мир тогда пропускней. Я просто, действительно, идеи были, например, что собирать весь мусор и отправлять на Луну. Это реально обсуждалось. То есть, заинствените ракету и отправите ее пусть там копятся. к чему. Ну, давай так наступим к космическому. Ну да. Бухотворно. Ну да. То есть, это уже, да, просто проблема. Это как... Это тоже очень смешно. Не знаю, почему всплыло это. Погон космического мусора и Китая. Это когда Китай пытался вырваться в лидеры космической отрасли. Был такой период, и они там запускали какое-то огромное количество спутников. Там чуть не каждый день у них новый спутник выходил на орбиту. Притом там 70% из них были непригодные. То есть, они их запускают и он там не работает. И он там начинает плавать. А потом всех уже когда они разозлили окончательно, это когда они проводили испытания своих ракет, которые Земля, космос, которые бьют по чужим спутникам. И разбомбили свой сломавшийся спутник. В итоге осколки от спутника чуть не повредили даже МКС, в общем, мировой наш МКС. И там побили кучу спутников и вообще в итоге им сказали, ребята, успокойтесь, перестаньте, что это такое. Да, бывает и такое. космическая экология тоже уже актуальна. Давайте вот этот вопрос. Мне он почему-то понравился. Светские институты сильнее всего помогают решать экологические проблемы. То есть они выгоняют что это светские институты. Школа высшее образование научная сфера это все относится к светским институтам. Религия мы выбрасываем потому что религия не является светским институтом. Это уже другая. Ну то есть как вы считаете светские институты это флагман борьбы с экологическими проблемами или в принципе они заменяют. Ну то есть светский институт можно заменить каким-то другим. заменяемы. Школа заменяемы. Заменяемы. Тоже заменяемы. В принципе ну как показали исследования это уже социологические исследования к сожалению светские институты не заменяемы. Альтернативы качественному образованию качественной науке и высшему образованию у нас нет. И... Ну нет я думаю вообще к темам не стоит подумать. Я просто к вопросу о том что ну многие думают что например чтобы быть экологическим человеком не обязательно знать можно просто воспитание то есть семья условно какие-то религиозные вещи стереотипы действия. Но как показывает что как раз наиболее опасные ну то есть вещи это когда отсутствие знания. Ну то есть безграмотность ведет сразу максимально к накапыванию проблем. Может быть это не индивидуально а массово если брать средства. Но к сожалению это вот яркий пример но он правда не из этого времени а из времени далекого это эпидемия чумы когда были. То есть когда ну реальные люди на улице говорили люди по домам и не выходить а люди все шли молиться. Ну то есть когда есть столкновение вот этих то нужно всегда выбирать средства это проблема кстати это касаемо сейчас сегодняшней России я как учитель биологии у меня я не знаю катастрофа у нас один час биологии и куча каких-то ну ладно не каких-то ну куча гуманитарных предметов которые копируют друг друга сейчас более того даже предмет технология свели полу гуманитарную люди обсуждают реально там проблемы семьи и так далее то есть не знаю пока еще православная культура но я не знаю что будет завтра то есть когда человек не знает основ в принципе функционирования тех же экосистем и там причинно-следственных связей как ему можно объяснить что вот ай-яй-яй как человеку можно объяснить что вирус ВИЧ это ужасно если он его никогда не видел на картинках даже и не может даже себе представить симптомы пути передачи и так далее мне сказали что это плохо а как это все получается сложно сказать да в этом контексте получается что мы можем развиваться институты какое-то формирование образование каждый из нас будет экономить душ а на уровне экономики политики все будет оставаться так же а не может это же политика диктует развитие тех или иных институтов если нам сейчас дума примет законы определенные это уже политика это уже если мы простите ну опять же накипело фонд фонд династии закрываем который вы не знаете фонд династии который выпускал научно-популярную литературу в огромном количестве в том качестве научной литературы с переводами его закрывает как иностранного агента я понимаю что это не мое дело то кого может быть там действительно не все чисто было но альтернатива нужно он династии был по сути единственным который более-менее что-то делал качественно все остальное когда мы закрываем это и отдаем гранты там например байкер ночные волки на развитие патриартизма вопрос от политики то все идет сверху все идет то есть а там нельзя если там не поспитом не я сказал правильно это благодарная деятельность но она должна начинаться вот так как он сказал с детского сада со школы и когда люди действительно что-то зная и прочувствовав займут соответствующие посты достигнут определенного возраста тогда мы можем добиться какого-то результата а мне кажется если сейчас любого политика или скажем любую скотку попытаться хотя бы каким-то образом воспитать что-то это не дождемся взрослого человека достаточно сложно перестроить всегда во главе политические какие-то аспекты экономические а вот если это заложить у ребенка и в надежде что потом конечно как всегда студент улыбается и говорят что это процесс неблагодарный очень тонковременный но это единственное что можно сделать те же какие-то может быть как бы как говорили уже экономические поощрения и осознать а соответственно нужно не сказать какое-то знание антибиотических поощрения безумный запас того чем можно поощрять но он был у нас нет не не состоявшись сублическими названиями это таких несостоявшихся у нас нет вопрос не в этом опять же поощрение у нас был период когда мы могли это делать то есть поощрение многие сейчас я не знаю почему только сейчас началось почему мы были раньше что с 2005 условно 2008 год было самое приятное время для поощрения развития альтернативных источников энергии когда люди реально наконец-то накопили какие-то вещи и они готовы были перейти на это стоит битрике ставить солнечные батареи и когда у правительства было день чтобы им ну да лизинг я не знаю как это называется чтобы это все делать то есть реально был шанс перестроить наш коммунальный хотя бы хозяйство хоть как на какой-то процент но ничего не было сделано единственная новость которую я когда-то читал в 2011 году что где-то там в Свердловске в Екатеринбурге у нас строится завод солнечных батарей единственное что я от этого знал все но я скорее всего он уже завелся я думаю что он существует сейчас я прошу прощения вот сейчас я вам не сказал как я смогу говорить дорожную карту хотя это план выполнение делать вам все говорят ну ладно вот когда будет вот это вот выполнено дорожная карта воспитание начинали с детства тогда никаких экономических законов не надо вот вам привет привет наблюдаю что у ребёнка есть на созидание есть на разрушение уже в голове это сложилось а ребёнок поспитится до сколько лет из-за урога до четырех лет поспитит с педагогом вы же педагог вы не хотите начитать или хотя бы любви ну как два я вас как ну это совет вся школа ладно так вот я знаю о чём что Наталья Наталья ну правильно вот это дело как бы не дух а мы сделали вот эту линию и тогда не надо будет бороться с этой мельницами вот мы сейчас начинаем а как экономические наказать или два и так далее тогда это будет отходать всего потому что человек идёт висеть в аркуш он берёт мальчики бросает сбивает а другой когда воспитанник он ему в голову не придёт взять его там в подъезда разбить в аркуш бросит тот же мусорный литопатич он будет ждать посмотреть где это будет бросить вот где по-моему лежит всё о чём народу я продержу полную ситуацию знаете здесь получается всё замечательно красиво но почему красиво это выполнимо в принципе это выполнимо образование не выгодно не выгодно ну тогда же идти к нам мысль штука про воспитание каков процент будет получен семей которые доводят в день хотя бы четырёх лет то есть это всё здорово Никитина прекрасно но факт того что что вот если сейчас ребёнок следующий вырастет и его воспитает он будет хорошим перекрутить лампочку или сделать что-то ещё то есть это более аморфные вещи о которых стоит говорить сейчас об этом должна говорить психология об этом должны говорить с родителями на кухню все прочее то есть вот такая аморфная мы опять же сваливаемся на родителей часто потом на школу а это в школу ну да я просто я там всё это писал как родители поступить в такой ситуации когда обратиться к педагогу к психологу а родителей тоже не всё даёт общество вот я приведу пример из своей жизни когда я последний раз бросил бумажку не вон это было в девятом классе когда я ходил в биологическую кухню пашеклассников мы выехали там в какой-то поход я съел конфету и выкинул в окно в автобусы мы ехали и на меня так ополчились все люди вокруг что мне было так стыдно я извинялся они там мне такой прогон сделали что я после этого никогда не выкидывал не буду а до этого я об этом не задумывался мне казалось что выкинул бумажку и чё и чё пожалуйста то есть не за то что конечно личность сложно вопрос если эту личность будет окружать если он придет домой и там все экологично если он придет в школу и там все не лицемерно как часто бывает на словах а действительно работает если он там в трамвае проезжая увидит так же если он по телевизору включит и увидит не какой-то плохую вещь а что-то приличное и как себя ведут авторитеты на него да вот что делает я думаю что только тогда мы получим это что-то одно менять это это кстати вопрос у меня есть вопрос у нас по времени что сделала и мы по этим законам живем выходные из ситуации в настоящее время не выгод я вам скажу почему это может потому что сейчас много научных заключений так скажем мягко уже научно они настолько надуманы и теоретически подведены а опыт не может воспроизвестись и так далее там много проблем занимался защищал дипломные писали там экспериментальная часть правильно и так далее ну как бы ее делали там я не знаю это по-разному мы, например, делали в свое время действительно дипломы ну и так же не можем вот в чем вопрос сейчас это вот проблема науки сейчас сейчас настолько неправильно я абсолютно что угодно можно преподнести но у меня перспектива такая к сожалению да потому что у нас нет хорошей критической школы у нас вот например у нас на полке лежит сорт картофеля выведенный геном банифицированным способом который устойчив колорадскому но его не разрешают у нас законодательства по ГМО толком нету его просто не разрешают то есть санитарная служба у нас у нас закон почему это же самое главное но я не знаю почему это когда по другому развиваться вот 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 это крича о том что россия сейчас стоит на границе вот пожалуйста сейчас фермерам как это делать у нас есть институты сельскохозяйства есть темирязевская академия которые могут дать им денег они вам сделают что-то они придумают да пусть это будет пока не на уровне запада и так далее но они сделают какой-то новый метод но никто же не идет никто же не дает эти деньги науке эти деньги направятся на интенсивность больше комбайнов больше бензина выделить больше рабочих нанять но это не идет на именно усовершенствование в методе вот в этом направлении отсюда причина вот этой лженаучности потому что туда в этих вот этих колуарах проникают как раз червяки лженауки которые а почему проникают опять это воспитание или культура человека в том числе нельзя этого делать неправильно свою ошибку учеты тоже признают ошибку снять ну к сожалению у нас есть такая категория ученых которые получают 8000 в месяц и когда к ним приходит какой-то грант например вот по легализации водоемов страшная вещь была долгая да то ему там дают 2 миллиона на год и трать их пожалуйста это то извините меня лженаучная тема не лженаучная тут уже не в плане обеспечить да но время выполнения не всегда будет его нельзя как можно мысль заставить да возможно возможно какие то есть это нужно создать условия банально да у меня вот такой вопрос в сторону экономики в сторону экологического сельского хозяйства да нет я думаю да потому что мы привыкли думать что у нас барин который нами управляет на самом деле все таки все взаимосвязано мы сами зачастую поддаемся на какие-то вещи и те же например малый бизнес тот же средний бизнес он может перестраиваться и давить таким образом направить заставлять медленно так эволюционно принимать какие-то законы даже неудобные для правительства то есть это конечно не речь о там забастовках революциях протестах это совсем другое а именно речь о таком медленном давлении снизу конкуренция где-то там возникло там там то есть давление на что или на кого на верха на правительство чтобы их но опять же но это вот именно при условии что высокая экологическая культура на всех вопрос времени пожалуйста экологически называется экологическая культура населения те кто становится рано или поздно предпринимательными занимает каждую из этих должностей то есть он выходит из этого экологически культурного слоя нет я приведу конкретный пример то есть вот вы просили я приведу то есть вот у нас была огромная вся проблема с дальнобойщиками а это способ перевозки довольно дешевый но он не экологичный намного экологичнее у нас есть сеть железных дорог которые нужны это но она неудобная на сегодняшний момент если каждый обладающий экологической культурой там предприниматель просто будет делать шаг в сторону заказов именно на железнодорожный транспорт а не на автотранспорт то есть проще говоря эти фирмы будут терпеть убыток которые обладать грузовиками а ржд будет завалено заказами ржд сами пойдут к правительству и будут говорить ребята надо что-то с этим делать надо как-то не знаю строить новую ветку надо новые поезда надо что-то это само как-то протолкнется но понять что нужно давление снизу есть правопринимателя обанкротится вот обращать заказы и все то есть как бы никто не будет себе работать он будет это никогда да уважаемые в в в надеюсь на те институты которые цель пониже и экономичные экономичные а я возвращаюсь к семье я я семья в 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 у в в здоровых но полаг perk и we вещи нет да нет вести платное обучение например вы платили за частный контент вот когда все категории населения будут зависеть друг от друга а есть категории которые там третий процент когда будут зависеть нефтяник когда он будет зависеть от этого учителя я не плачу то что у меня вот тогда мы подумаем мы тогда будем собираться учителя потому что давайте заморозим хотя это было предложение даже на все в уровне как одно время давайте цены заморозим на пол мы не будем это делать и тогда мы поживем туда одно но все это круто но проблема в том что у нас количество денег в обществе не постоянно оно меняется и зависит от цены на нефть она просто перескачевает за зном корону дубой и все нет цена на нефть упала и общих лиц денег уменьшилась почему и я не куплю гречку и вы не будете нанимать меня в плане и все взаимное ну давайте у вас дети оставить безграмот они прочитать не смогут вот это и нас ждет если мы не обучим надо заканчивать конечно Ирина я считаю что так было ГОНГ нужен иначе мы не остановимся да все надо заканчивать нужно сказать заключительное слово типа заключительное слово утерян запал что-то сказать по поводу ну такая ремарка вы уже говорили о том что все так иначе звукательные экономики о том как и что нужно делать чтобы что-то было иначе есть такой любопытный ученый Жак Фреско слышали да я думаю что ну сейчас он достаточно популярен в интернете просто вот в качестве такого отклонения опять же от формата это скорее футуристическое нечто неже экологической направленности но суть в том что он уже давно порядка 30 лет зарабатывает сейчас ему просто зарабатывает так называемый проект Венера и этот проект он раскрывает путь или построение того общества глобального которое уходит от экономики которое не использует деньги как средства обмена а переходит полностью на ресурсопотребление и обмен этим всем то есть это достаточно интересная вещь просто как пример того как это может выглядеть и будет ли выглядеть вообще насколько это возможно опять же можно сказать свое мнение выражать его то есть в зависимости от этого мы будем устраивать наши встречи потому что верим что это полезно на это мы закончим спасибо всем кто пришел спасибо 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 спасибо